так как обещал записываю видео как быстро ну или как получится поменять тренировочную резину на обычную для тех кто никогда этого не делал и делает первый раз первым делом надо снять колпачок сдуть колесо для этого нужно открутить ниппель нажать кнопочку вот эту и сдуть полностью как это возможно обязательно с пыптика скрутить гаечку фиксирующую вот эту дальше что мы делаем берем бортировочные лопатки 2 или 3 идеально и начинаем бортировку я ее начинаю всегда с пыптика потому что здесь такое место где надо быть осторожненьким поэтому я оттягиваю резину с одной стороны от надувного штуцера и вставляю лопаточку потом оттягиваю так резину с другой стороны тоже вставляю лопаточку аккуратненько под резиновый корт оп произошло вот такое вот открытие шины дальше можно вот таким движением пройти по всему периметру и снять первую половину шины внимание важный момент теперь нужно достать резину камеру чтобы это сделать нужно в месте где вот этот пыптик оттянуть на заднюю часть заднюю часть часть которой мы уже сняли покрышки вытянуть вот так и аккуратно вернув ее достать саму камеру камеру откладываем сторонку теперь чтобы снять остальную часть можно пользоваться также лопатками а можно просто усилием оттянуть и она снимается полностью теперь надеваем новую резину берем резину шоссейную нетренировочную надо обратить внимание в какую сторону она вращается на резине всегда есть стрелочки куда должна крутиться вот у меня вот она вращается в эту сторону звездой к себе направляем вот она направление по часовой стрелке значит я держу резину правильно чтобы ее надеть нужно опять же сначала надевать одну сторону потом другую я ставлю вот так вот ободом на одну часть и подтягиваю эту часть до самого верху с этой стороны и другой стороны сейчас мы ее подтянем вот я ее подтянул и теперь вот здесь остается ее натянуть на обод здесь могут уже понадобиться бортировочные лопатки вот так вставляем и задвигаем или может с этой стороны как кому удобнее в общем сначала вставляем одну сторону вот мы видим почти вся залезла только вот эта часть надо же пальцем завязать вот резина у нас уже одна половина где-то теперь находим место где у нас вставляется камера нужна дырочка вот у меня вставляется камера и по такому же принципу эту часть отодвигаем сюда чтобы у нас открылся вот этот вот входное отверстие вставляем в него аккуратненько камеру но не надо до конца не вставлять эта камера должна бечь в саму покрышку и завинчивать вот эту штуку полностью тоже не надо это ошибка если вы завинтите ее полностью очень сильно то потом при накачивании может произойти казус может здесь выйдут или еще что-то вы будете чувствовать биение эту гаечку навинчали просто чуть-чуть на парочку оборотов просто чтобы она была вот так вот шина в месте где мы вставили покрыли ее в покрышку должна немножко болтаться теперь аккуратненько расправляем эту шину по ободу если получится возможно не получится потому что надо начать закрывать вторую часть но вот аккуратно и и надо разложить хотя бы внутрь шины вот смотрите меня внутрь шины легла вот и теперь начинаем закрывать вторую часть шириной покрышки тоже с места я начинаю обычно с места где штуцер вот аккуратненько поднимая немножечко камеру вот здесь вставляем в обод эту часть так чтобы камеру не закусила вот она мне там болтается внутри а а эта часть заходит это вот это надо делать аккуратненько потому что здесь можно случайно закусить камеру и тогда возникнет дырка или прокол и аккуратно пальчиками камера у меня внутри там а я вот аккуратно пальчиками можно перевернуть поставить сюда на сосок и с двух сторон аккуратно аккуратно глядя чтобы не закусывала вот здесь камеру чтобы она всегда находилась внутри покрышки внутри полости поднимаем насколько мы это можем поднять до максимального расстояния вот я вижу вот уже когда затягивать видите кусочек камеры торчит вот она закусывает поэтому надо аккуратненько пальчиком ее подправлять на места ну все нашли до того момента когда уже если вам это сделать руками тяжело женщинам в особенности вот здесь надо подключать опять бортировочные лопатки берем одну лопаточку вот таким образом аккуратно глядя где наша шина чтобы шина не закусывать поднимаем по чуть-чуть резину нашу шину за опыт совсем небольшими порциями немножко закусывает шину я ее поправил сейчас решительным движением закрывается полностью и лопатки аккуратно достаем я открываю вот так вот резину чтобы проверить не закусила ли нигде камера можно проверить аккуратно по периметру все это не обязательно но не повредит вы увидите что у вас резина сама камера легла полностью внутрь покрышки да все хорошо теперь надо накачать колесо но не полностью не не всегда полностью накачанное колесо нужно поставить внутрь тормозной системы не тормоза такие что сильно накачанное колесо не влезет но хотя бы немножечко подкачать чтобы проверить в каком состоянии камера посмотреть как она встанет внутри резины вполне себе можно надеваем насос включаем фиксатор и делаем небольшое количество качков 10 качков сделал можно пройтись по камере аккуратненько чтобы везде воздух хорошенько ровно делился еще немножко подкачать все таком состоянии в гибком я могу и уже ставить тормозную систему здесь подкручиваю гайку чуть-чуть до обода мы не затягиваем просто немножечко ее поджимаем вот и вся премудрость ниппель можно закрывать если вы больше не будете накачивать а можно не закрывать я сейчас буду вставить велосипед ну вот собственно вся задача и решена